Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Я уже с улыбкой на лице, потому что передо мной стоит цинирария пикированная, и там, где она самоликвидировалась, туда я подпикировала землянику мелкоплодную. Ну и стоит плошечка с изысками, которые по соточке стоят за 5 семечек. Это флориан, грандиан и посеянный грандиан. Ну, вроде из той же партии, вроде все так же. Ну, до такой степени он плохо всходит, я прям вся в шоке. Но показалось, семечка того романа, который не взошел, все-таки семенные качества как-то не очень меня устраивают. Ну, дело не в этом. Я не об этом вообще-то сегодня. Когда говоришь 2-3 листа, представляешь себе какое-то крупное растение. На самом деле это не так. На самом деле это такой маленький пусик. Ну, так, миллиметра по 3 может быть листики, может быть меньше даже. И вот эти растения надо распикировать. Ну, вот посмотрите, у меня, кажется, получилось. Ну, я надеюсь, что эта пикировка мне удалась, потому что мне это стоило седых волос и нервов. Пикировать такие маленькие растения очень сложно. Посмотрите, обратите внимание, поверхность каждой ячейки засыпана вермикулитом. Зачем я это сделала? А затем, чтобы не пересыхало вот этот вот стволик этих маленького... Господи, чтобы не пересыхал стволик этого маленького растения. Это очень опасно для них. Если сухой воздух в комнате, то от пересыхания стебелька они просто гибнут. Он у них прямо истончается вот в волосиночку, не то что в ниточку. В ниточку это нормально. И гибнет. Но поскольку вермикулит имеет способность собирать влаги очень много, и он еще и не обладает, да, не несет никаких болезней, и он, как бы, находясь около растеница, доставляет ему все время влагу. Ну, это можно опрыскивать без конца и края, но я вот как бы выбрала такой метод. Значит, надеюсь, что... Ну, вот видите, какое растение большое, я прямо сказала бы, огромное. У него листья первые похожи на звездочки. Это земляника садовая мелкоплодная. Ну, эти малыши, помните, да, это сенерария. Не вся она осталась жива. Есть еще пара ячеек. Там тоже такие же. Есть побольше, есть поменьше. Но когда вы начинаете пикировать, у вас же рядочек высеян, да, и вам приходится выкапывать все. И если оно в два листика, а не в три, вы же не выкинете его. Ну, приходится их садить. Тут кое-что вот по два растет. А куда их девать? Просто не... Да нет, ни одна хозяйка этого не сделает, не выкинет. Это выкидывать можно все, кто с шапочками сходит, помидорки. Посмотрите сюда. Это, видите, значит, рядочек флориана, как я понимаю, рядок грандиана. Сюда... Здесь не взошел роман. Это земляника крупноплодная для кашпо, которая... Значит, но не взошел сразу, но появился позже. Вот уж и не знаю даже, как потом их различать. Я посеяла снова грандиан в надежде, что хоть и новый взойдет. Но что-то он, знаете, не очень дружно. Вот раз, два, три – это точно грандиан, но это точно не он. Там еще одно семечко набухло, вон еще одно там подбухает. Ну, 30 дней обычно всходит такая земляника, мелкая или крупноплодная, разницы нет. Ну, надеюсь, что все-таки в этом году в подвесных корзинках обязательно будут эти роскошные ягоды. И обратите внимание, у них уже есть настоящие листья. Они немножко подтянулись. Ну, это издержки производства. Знаете какие? А вы знаете, что у нас сейчас мороз? Ночью до 47, а днем у нас 38. И никакое окно, ни с каким светом не помогает. И подсветка – это, знаете, это слабое утешение, потому что на окне очень холодно. Как только ты убираешь растения, да, куда-то на столы, они начинают тянуться, даже с подсветкой. Как только убираешь на окно, они просто замерзают элементарно. Вот Сибирь в этом году просто отличилась. 44-47 – это наша нормальная погода. Ну, на этом я закончу. Я надеюсь, вы увидели, что вермикулит – это спасатель хороший от пересыхания почвы. Поливать каждый день – это просто, ну, не знаю, у меня рук не хватает. Да и растению это не полезно. Поэтому, присыпав поверхность и полив так, чтобы он намок, да, собрал влагу, вы спасете свои маленькие растения. Ну, на этом закончу. Всего доброго и до свидания.